Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Момент истины». Я Стас Симонов. У нас в гостях постоянный наш ведущий Даниил Котовский. И вот о чём хотим поговорить. Несколько месяцев назад, в прошлом году, в 2022 году, мы делали сюжет по поводу оборонного завода ОК «Оргсинтез» город Дзержинск. Напомню, что он подвергся рейдерскому захвату. И один из людей, который принимал участие в этом захвате, некто Буданцев, фигурировал в нашем расследовании. Мы брали интервью у Никулина Евгения Яковлевича. Он подробно рассказывал о том, что происходит на этом заводе. Давайте посмотрим. Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня немножко необычная передача. События, которые происходят в одном из регионов нашей страны, а именно в Нижегородской области, когда мы узнали о фактах, которые наш сегодняшний гость нам рассказал, мы были просто потрясены, что такое вообще может быть. Поэтому мы не можем не отреагировать, мы не можем не довести до вас и не начать бить в набат по поводу этой ситуации. Я думаю, что вы сегодня очень будете удивлены тому, что услышите в нашем рассказе. Вот наш гость сегодня, Евгений Яковлевич Никулин. Добрый день, Евгений Яковлевич! Добрый день! Рад вас приветствовать. Мы как раз и хотели поговорить про эти вещи. Так исторически сложилось, что в 1975 году я пришел на предприятие «Оргстекло», который, в общем-то, посвятил всю свою сознательную жизнь. Начал с рядового парадчика. В советское время вырос до должности начальника цеха. Цех в основном занимался, основной профиль был это оборонное предприятие, связанное и Роскосмос. Значит, весь профиль, который был и все то, что связано с этим нашим бывшим цехом, исторически так получилось, что «Оргстекло» стало банкротом предприятия. И все нормативные документы, технологические цепочки, все было, в общем-то, передано заводу «Оргстекло». На этих площадях, в общем-то, был организован завод «Оргстекло». То есть вы его организовали? Да, значит, основная деятельность которой площадка приходилась, но так, в общем-то, приходилось, что мне надо было найти коммерческую службу, значит, по неким, скажем, знакомым, не будем конкретно. Был объединение, значит, между Никулиным и Муратовым, где наши, в общем-то, цели и начальные задачи были благие, о том, чтобы, в общем-то, поднять отрасль, которая была в свое время, в общем-то, потеряна, и что, в общем-то, трудов немало было сделано. Известно, что вы уже в настоящее время работали на этом предприятии, которое уже явилось, ну, стало коммерческим, потому что мы живем во времена капитализма. Понятно, вы разработали и ввели, ну, как бы сказать, ну, организовали технологический процесс производства различных интересных, поскольку вы еще и ученый, вы кандидат химических наук, я так понимаю, вы разработали уникальные какие-то технологические решения. Ну, конкретно, не только я разрабатывал, а совместно с людьми, которые была у нас группа, неплохая группа в то время, направленная именно на единые цели, которая, в общем-то, была, в общем-то, группа, которая чисто занималась новыми направлениями. За этот период, конечно, предприятие из колен просто-напросто подняли, восстановили его, ренимировали, и то, что было потеряно, значит, в советское время, на рукстекло, значит, часть была восстановлена, но большая часть была уже разработана под новые продукты, которые прошли государственные испытания, получили соответствующее заключение от оборонщиков и Роскосмоса, и, соответственно, мы стали поставщиками. — Юрий Яковлевич, вот Вы сейчас упомянули, что Вы поставляли продукцию для оборонного счета нашей страны, а в каких конкретных изделиях и в каких конкретных заводах или предприятиях потребляли Вашу продукцию? — На изделии я не могу говорить. Во-первых, как-никак мы в свое время имели определенные обязательства перед раскрытием этой государственной тайны, но могу сказать, на предприятии оборонного комплекса. Сейчас это не секрет, это предприятие Арзамасский приборостроительный завод, который, в общем-то, изделия делает непосредственно в своем предприятии. Значит, институт Госнеок в свое время, на изделия, которые связаны с НТЦАП имени Пелюгина, Железногорск, который связан с системой ГЛОНАСС, ну и ряд других, Саратов, Корпус и так далее. — Поскольку техника серьезная, я так понимаю, что все Ваши вот эти разработки, они должны были пройти сертификацию, да, они должны быть одобрены, пройти испытания, и для того, чтобы применяться в таких серьезных областях, как Вы сказали, это достаточно ответственная вещь, и Ваше предприятие туда поставки осуществляло. Я так правильно понимаю? — Совершенно верно. Наши предприятия, бывшие, точнее, предприятия, непосредственно проходили сертификацию, и прежде чем в изделии запускать, в общем-то, были проведены государственные испытания. Значит, после заключения государственных испытаний предприятие входило в реестр непосредственно предприятий, которые были в реестре, могли поставлять непосредственно на данное предприятие, и имели право. — Так вот, Ваш рассказ нас, конечно, в редакции всех потряс. То есть, получается, что, я так понимаю, предприятие Вы потеряли, и теперь получается так, что эти же поставки осуществляют люди, которые захватили предприятие, и они его не производят, вот эту продукцию, а они ее подкладывают под Вашу техническую документацию. Расскажите про этот момент, потому что это самое потрясающее, что может быть. В 2017 году произошло, в общем-то, для предприятия завода «Оргсинцака», которое юридически имеет адрес Нижегородскую область, Нижневолоска, Наберин, 16. Значит, пришли люди непосредственно и захватили предприятие за счет силовых просто действий. Некие ЧОП и Феникс пришли, потом впоследствии Шквал. Где было захвачено предприятие, мои попытки о том, что на опасном производственном объекте появились чужие непосредственно люди, пока не дошли должного внимания и ситуации. Получается, что предприятие, которое имеет повышенную степень опасности, и, соответственно, оно предполагает ответственность людей, которые отвечают за эту повышенную безопасность, то пришли какие-то посторонние люди. То есть у вас произошел, если я правильно вас услышал, рейдерский захват вашего предприятия. Да, именно так и произошло. И после этого, как его захватили, вы столько с 17-го года лет боретесь, ну, это вот эта борьба в поисках правды за то, что вас незаконно лишили предприятия, вас, я так понимаю, еще и обвинили в совершенных преступлениях, там, да, необоснованных, из вашего рассказа. Да, это вот эти люди, эти люди сейчас, я так понимаю, рулят этим предприятием, руководят им и продолжают поставлять сертифицированную вами продукцию, подкладывая под нее контрафактную. Я правильно? Вы правильно поняли? Уточняю. Дело в том, что, значит, начинающиеся в тот период какие-то я мог действия и проанализировать, а что же в конечном итоге, когда в апреле 17-го года предприятие было остановлено непосредственно, где я оповестил людей, и люди приезжали из Железногорска, служба безопасности, коммерческий директор, где уже я доступа не имел на предприятии, то есть меня, как сказать, решили доступа на площадку. Это вопрос в том, что люди были на площадке и воочию убедились, что предприятие остановлено, но идет поставка жидкости. Продолжается поставка. Да, что в результате я провел некий анализ. Для нас это не секрет, и то, что делается за рубежом у наших, скажем, конкурентов, для нас это было понятно. Для того, чтобы отследить это все, мной был проведен анализ, непосредственно мы находились на территории площадки Дзержинского оргстекла, где есть фиксация, есть необходимые все документы, которые, так называемый, заводился некий продукт под названием Flutei PP3. Что здесь они организовали? Непосредственно то, что привозился продукт, ну, скажем, в бочках 200-литровых, сосудки разливали в соответствующую тару, выписывался соответствующий сертификат, но будто бы произведенный на наш... И они просто его перефасовывают, потом подкладывают ваши технологические документации, та, которая прошла сертификацию, прошло испытание, да, и продолжают поставки в оборонный комплекс, вот на эти предприятия, которые... Разница в цене, которая, то, что у нас получалось по технологии, а в связи с тем, что объемы были не так уж большие, цена, в общем-то, была согласована со всеми предприятиями. То есть проверялся, калькуляция, технология, где завозился более дешевый продукт, и, соответственно, всю так называемую, извините, маржу они складывали, понятно. Это несложно отследить, потому что этого сырья, которое необходимо, на завод не закупалось. Скажите, а вы давали какие-то сигналы, там, не знаю, там, прокуратуру, президенту надо писать, я не знаю, кому надо писать. Вот вы куда писали, куда вы жаловались, к вас услышал кто-нибудь? Пожалуй, что куда я только не писал, начиная от ФСБ города Дзержинска, ФСБ области, прокуратуру, полицию, то, что здесь, и эти все, в общем-то, материалы все аккуратно складывались, но никаких действий, проверок не было. То есть по сегодняшний день эта отгрузка продукции продолжается, правильно? По настоящее время не могу сказать, так как доступа я уже не имею, вообще никакого не имею, значит, предприятие захвачено и созданным клоном, который здесь, в Москве, под таким же названием, где, в общем-то, является хозяином этого предприятия Костриченко, Владимир Владимирович, и, соответственно, не могу сказать, и как они поставляют ли, продолжают ли это все. А давайте назовем, кто вообще это сделал, кто организовал вот этот вот захват и переход правособственности и вот эти вот поставки в оборонную отрасль? Кто эти люди? В ноябре месяце 17-го года Костриченко с группой людей, соответственно, захватили предприятие, физически просто завели на площадку людей под работниками, в кавычках, извините, разместили их на опасном производственном объекте. 15 человек, которые, в общем-то, организовали впоследствии недоступ и увольнение ряда людей. Кто ваши оппоненты? Костриченко, понятно, кто еще? Самое основное то, что через Костриченко это представитель Эдуарда Владимировича Буданцева, где он мне в 17-м году предложил приехать на... То есть вы лично с ним встречались? То есть вас предложили? Да, на делегатской 5, на 4-м этаже встречался с Эдуардом Владимировичем Буданцевым. Эдуард Владимирович Буданцев – это бывший работник ФСБ. Ну, вот в прошлом даже его поговаривают, что он работал в личной охране Эдуарда Шварднадзе. В дальнейшем, в 90-е годы он работал в Рубопе. А известен широкой публике он стал после известного случая перестрелка на Родческой улице, так называемая, где он представлял интересы в бандитской разборке одной из бизнес-меш. Две дамы поспорили по финансовым каким-то своим обстоятельствам. К одной даме на разборку приехали люди в араб-законе Шакро Молодого, во главе с неким Кочуйковым по кличке Итальянец. А к другой даме по фамилии Ким приехал как раз Буданцев со своими еще тремя помощниками. Эти люди были вооружены из одной и с другой стороны. Произошла перестрелка. Лично Буданцев застрелил двух человек. Впоследствии вообще потрясаю здравый смысл. Потому что оперативник, который его задерживал, он поймал его на чердаке трехгорной мануфактуры, потому что они после перестрелки все разбежались и попрятались в этом здании. Он со слов эти показания в суде давал этот оперативник. Он угрожал ему, что у него будут огромные неприятности. За то, что он его арестовывает после перестрелки. Но это вообще как бы вопиюще. В дальнейшем, когда он находился в СИЗО, приезжали сотрудники Федеральной службы безопасности, требовали его отпустить, говорят, что он их агент. А что, что произошло дальше, вообще потрясает воображение. Этот человек в уголовном деле, где он убил двух человек, стал потерпевшим по делу о вымогательстве денег. У вот этой вот Жанны Ким, бизнесменки. А его все соратники, которые с ним в этом участвовали, они стали свидетелями. Так что вот у нас в нашем правосудии, у нашей Фемиды бывают такие коллизии. Так вот этот человек организовал захват собственности у нашего сегодняшнего гостя. То, что именно он это сделал, то, что он лично вас вызывал, я так понимаю, он вам... Да, через своего представителя в лице Костриченко Владимира Владимировича. Владимир Владимирович сначала, значит, говорит о том, что мой руководитель, в общем-то, вас приглашает на встречу. Так. Вот, то есть фамилия в то время не называлась. Руководитель, руководитель. Сначала была дата назначена на 12 декабря 2017 год. Когда уже они полностью владели заводом, полностью управляли финансами, полностью то, что было под контролем. Но еще не смогли юридически забрать у нас это. Абсолютно верно, да. Значит, 12 числа я не поехал. Не могу сейчас вспомнить конкретно, из какой причины. Но была назначена следующая встреча на 18 число. Встреча была назначена на 15 часов на делегатскую 5, 4 этаж. Ну, то есть вы лично с Костриченко встречались прямо в его офисе, да? Ой, с Костриченко, с Буданцевым. Ну, скажем, офис, не офис, но конкретно могу сказать, что именно делегатская 5, 4 этаж, то, что в кабинете, который нас провели туда, именно появился непосредственно со слов ко мне непосредственно сразу так. Ты знаешь, кто я такой? Ну, я просто ответил, да, я догадываюсь. И вопрос очень просто пошел. В чем звучал, как бы, вопрос? Ты мне, значит, должен, в общем-то, отдать долю 33%, чтобы я входил в состав этого проекта. А то что? А то, что, в общем-то, как сказать, вопрос, от сумы тюрьмы далеко, в общем-то, нет. То есть вам пригласили, пригрозили большими неприятностями за то, что вы, если вы не перепишите эти акции, да? Я сразу ему задал вопрос, а можем ли мне подумать там? Да, говорит, недели хватит, я говорю, вполне хватит. Ну, и вы подумали, практически вы ему отказали, да, я так понимаю? Я передал через его представителей, в данном случае Костриченко Владимир Владимирович, что с такими подходами мне, ну, в общем-то, неинтересно. И вообще, кто, как и вы можете. Я непосредственно свои тут силы и мозги вкладывал в предприятие, развивал его себе. И когда оно стало, извините, очень высокорентабельным предприятием, пущено новое производство, новые продукты. Это тоже чувствительная отрасль, достаточно для экономики страны, газа, нефтедобыча. И, соответственно, вы отечественный производитель химических компонентов для газа и нефтедобычи. Я правильно понимаю? Какие-то буровые? Именно, да. Исторически тоже, в общем-то, сложилось так, что часть технологий недоработанной была передана с оргстекла, но с учетом того, что она была в водной фазе, была разработана технология уже перевести его в препаративную форму сухую, которая удобно стала для нефтяников. Ну, то есть, получается, отечественный производитель, который разработал и создал высокорентабельное предприятие, значит, предприятие у вас забрали. Сначала силовым методом, потом было предложено отдать уже юридически свои право на владение. Правильно? Вы отказали. После этого с вами же произошли какие-то коллизии достаточно. Первое, что я бы хотел здесь добавить, то, что вы сказали, это то, что господин Буданцев, Эдуард Владимирович, предложил, как говорится, в кавычках, мерным путем передать долю. Я написал заявление, следственные органы, полицию написал о том, что, в общем-то, угрожает непосредственно о том, что вот он. Вы его указывали там? Конечно, конечно, значит, в полицию было написано не только в Дзержинскую полицию, но и в Московский округ западный, где он чисился. Значит, где был ответ, четко написано, что мы Буданцева не можем найти, и, соответственно, опросить о том, что там непосредственно, это было при свидетелях, соответственно, было оглашено, не представляется возможности. То есть, получается, вы пишете заявление в полицию о совершенном в отношении вас преступлении, а полиция вам отвечает, что мы не смогли его найти. Абсолютно верно. И поэтому ничем расследовать не будем. Ну да, мягко говоря. Вообще-то, отъем собственности, это уголовно наказуемое преступление, в отношении вас было совершено уголовно наказуемое преступление, и никто, я так понимаю, что никто не прореагировал, какие бы сигналы вы не давали. И по настоящее время, за этот период времени, который прошел пятый год, за это время они смогли, значит, как сказать, осудить меня, завести уголовное дело. Не будем говорить, как это уголовное дело было сделано и при каком усиленном. Обвинили меня, в общем-то, в определенных, по статье 199 части 2. Значит, мои попытки объяснений в том, что, а что изменилось за тот период, ну, меня осудили, а что с 17-го года. И попытки в арбитражах, в полицию, в милицию, есть заключение налоговой инспекции, как это все и куда уходят деньги, извините, с предприятия. Ну, в общем-то, ничем это не кончится. Ну, все ваши сигналы, которые вы давали в правоохранительные органы, они не возымели действия. Евгений Яковлевич, а вот вас осудили, осудили вас, вам дали условный срок. То есть, получается, что дело в отношении вас было каким-то образом сфабриковано, то есть, и даже, вообще-то, задача нападающих всегда стоит в том, чтобы человека нейтрализовать, оббраховывая в тюрьму. А вам даже, я так понимаю, удалось, ну, вообще-то, даже, это небольшая победа, я так понимаю, да, то, что вы получили условно. Как вы оцениваете, вообще, вот это уголовное дело, по которому вас осудили? Я считаю, что все это уголовное дело, которое было сфабриковано, и то, что на сегодня против моей семьи именно было ее устранение, там же идет нападки не только на предприятие завода Оксинцака. То есть, в пользуясь тем, что команда пришла от Буданцева, они продолжают и другие предприятия, которые, в общем-то, у меня сегодня были в собственности. То есть, на базе этого всего они отнимают собственность вплоть до, как сказать, имущества своего, моего. Личного. Личного имущества, чтобы семью, извините, с пятерыми детьми пустить, ну, в палатку, может быть, жительную. Ну, вот скажите, а вот суд, который прошел, вам дали условно, это вы не расцениваете, что просто, может, судья пачкаться не захотела? Она же могла вас и отправить отдыхать. Я не хочу себя отбеливать в части того, но первый раз, который я находился, и все вот эти мероприятия, которые были со стороны свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны моей стороны, были неоднократно факты показаны, что мое участие непосредственно не было, а есть конкретные показания, и не только, но и в налоговой инспекции, кто руководил и как руководил. Это все есть, но нашли меня. Нашли меня, потому что я не стал на путь, который предложил господин Буданцев. Абсолютно нет. Вас лишили собственности, вас обвинили в несовершаемых вами преступлениях. Вы уже, я так понимаю, осужденный человек, да? Да, совершенно верно. И до сегодняшнего дня продолжается деятельность этого предприятия. Его немножко, я так понимаю, переобули, то есть его теперь назвали Орксин. Нет, его создали такой же клон в Москве, под таким же названием. Вся нормативные документы, сертификаты, они используются, то, что разработано заводом Орксин Сака Нижегородской, и под этим флагом, в кавычках, они начали еще раньше эту деятельность. То есть, как банкротили и выводили схему про Стайну? Ну, вообще, дорогие друзья, вот то, что я слышу, для меня вопиюще. Если бы это произошло во времена Иосифа Сталина, я думаю, что все, кто был бы просто даже рядом, стоял бы рядом с такими действиями и бы моментально поставили к стенке. Ну, даже в более поздние времена, в живые времена Брежнева, то есть, но это не то, что отняли у нашего гостя собственность, хотя это преступление против личности, которая тоже должна быть защищена Конституцией и государством. То есть, никакие органы не реагируют на его сигналы. Ну, мы можем это отнести только к тому, что этот человек влиятельный. Раз он, убив двух человек, стал потерпевшим по делу, то, наверное, у него есть какая-то возможность на белой, говорит, черной. Поэтому, может быть, и не проходят ваши сигналы во всякие органы, в которые вы даете сигнал. Я имею право, одни отписки, что будто бы что-то проверялось, будто бы что-то делалось, но меня ни разу не опросили, как и через какие структуры, какие организации, кто. В общем-то, все свалено в деятельность о том, что все, в общем-то, проверялось, будто бы. Ну, вот мы, со своей стороны, как редакция, можем классифицировать это как бандитские действия, потому что человек, который угрожает, ну, отнимает собственность с угрозами, да, ну, производя угрозы в вашем отношении, в отношении вас. Мы хотим, со своей стороны, помочь, как журналисты, но мы как можем помочь? Мы можем эту ситуацию осветить, мы направим свои журналистские запросы и в прокуратуру, и в ФСБ. Уничтожили уникальное производство, понимаете? Там кадры готовились годами, чтобы эти все вещи непосредственно были, поставка была. Евгений Яковлевич, мы сегодня провели достаточно интересный разговор. Он, конечно, грустный, с одной стороны, с другой стороны. У нас все равно есть оптимизм, что мы достучимся до руководства. Мне кажется, здесь надо стучаться к руководству вообще государства с такими проблемами. Вот, поэтому вам желаем сил, потому что у вас нелегкий период жизни. Вы, как производственник, конечно, не готовы были к таким нападкам на себя. И никто, как правило, не готов, потому что атака на вас, она скоординированная, она профессиональная, она с привлечением юристов, она с использованием всех структур, поскольку они не реагируют, да, она с использованием какого-то ресурса государственных институтов, таких как суд, например, как следствие и так далее. Поэтому вам нелегко, вам сил. И я думаю, что, как говорили во времена Великой Отечественной войны, враг будет разбит, победа будет за нами. Всего доброго. Спасибо, что вы слушали меня. Вот так, дорогие друзья, вот бывает в жизни и в нашей стране. Давайте бороться с этими явлениями. Давайте постараемся построить свою страну так, чтобы мы никогда не слышали таких вещей больше. Потому что это выпиющий факт, то, что сегодня наш гость нам рассказал. Всего доброго. До свидания. После размещения нами анонса о том, что мы сняли фильм и готовим его к выпуску, вот эти злодеи, вот эта группировка под руководством Буданцева, Кострюченко и других, она обратилась к нашему герою с предложением выйти на какой-то разговор. Этот разговор находится в распоряжении нашей редакции. Мы сейчас вам продемонстрируем из него такие знаменательные, значительные куски. Вот вы сегодня очень хорошо работаете под документацией, которая вам не принадлежит. И выпускаете под сертификатами, которые вам не принадлежат конкретно. Но вы знаете, под чем мы работаем. Ну как же. Это продается буквально технические условия. А технические условия принадлежат кому? Мы не в курсе, что нам переданы права производства под эти технические условия, которые были, скажем так, эти документы были утрачены в процессе, ну скажем так, вашего конфликта с Муратом. Значит, вот то, что вы задаете вопрос, у меня нет желания на эту тему говорить. Понимаете? Вы-то все то, что можете, использовали ваши возможности административные. А не интересно, этот канал в курсе, что вы имеете уже срок уголовный? Конечно, в курсе. Из-за чего? Все в курсе, уголовный. Потому что вы выводили активы со своего предприятия, соответственно, вы попали в него, да? Конечно, конечно. Я, да, да, конечно. Из-чего там вопрос-то очень открытый. У нас же приговор же есть, он же вступил в законную силу. Ну, вы что этим мне хотите сказать? Так потому что вы преступник. Ну, спасибо. Установлен в законную силу. Установлены все обязанности директора в период камеральных проверок, да? Которые были после 17-го года. Я не буду здесь... Ну, я понял. Ну, вы же говорили... Ну, прекратите. В 17-м году выйдет всем руководителям. Вы вслух на судье даже объясняли, что мне, да, друг Муратов дал доверенность на право управления. Как вы умеете, что правило, как-то под себя все это вот подтусовывать импульс и писать? Как вы? Как вы? Так что у нас о чем разговор, мне непонятно. С кем, чего и как раскручивать систему. Вы знаете, мои вопросы, они правильно идут в цель. Не знаю. Если вы хотите... Не знаю. Вы как там? На все вопросы, которые мне задавали все контролирующие структуры по вашим всяким заявлениям, да? Я отвечал, говорит, четко, ко мне претензий никаких нет. А вот к вам претензии возникли, да? Достаточно серьезные. И то, что вы выскочили из реального срока, да? Это просто, ну, следователь не смог натянуть на вторую участницу. Все, Ланя Владимирович? Чуть-чуть не хватило. Ну, я думаю, вы дотянете. Нежелаемый вам взламан, да? Нежелаемый, да? Ну, у нас, я думаю, кончился, наверное, наш диалог. Ни о чем просто. Согласен. Да потому что, понимаете, мы не слышим друг друга, о чем можно говорить. Евгений Яковлевич, я прошу вас прокомментировать вот то, что произошло после того, как прошел анонс. Ваши оппоненты посмотрели этот фильм, вызвали вас на разговор. И какой был главный вопрос к вам или главные требования, или главные какие-то там пожелания? Что хотел Костриченко в разговоре с вами? Вот как вы себе это понимаете? После выхода анонса, который, в общем-то, видимо, они все же увидели все, что было, значит, был звонок со стороны Костриченко, пригласил меня на некий разговор. Ну, разговор, как таковой, шел в одностороннем, скажем, направлении, пытался. Назидательным таком, да? Да, что ты чем и что-то там хочешь добиваться, я говорю, добиваться, как буду всегда справедливости. О том, что вы захватили завод, вы уничтожили технологии, уникальные уничтожили технологии и продаете. Контрафакт. По сегодняшний день, не могу сказать, но 17-18 год я подтверждаю, на что есть документы, контрафактную продукцию. Значит, непосредственно предприятие, которое я указывал, это непосредственно, в общем-то, с этими же предприятиями идет торговля. Значит, на предмет того, что, ну, как бы, сказав, что вы используете документацию, которая вам не принадлежит ни технические условия, ни сертификата, вы используете подлог, который вы создали, компанию под таким же названием «Оргсинтасака» в Москве, зарегистрировав, значит, так называемым, под псевдонимом «Бумеранг», и торгуете контрафактной продукцией. Я не буду хаять хорошей продукцией, или хорошая, или плохая, но она не проходила государственные испытания, вы занимаетесь подлогом. На что, в общем-то, Костриченко мне ответил. Мягко сказано, у нас немного не хватило на тебя материала, чтобы тебя, в общем-то, ну, как бы сказать, заткнуть тебе рот, и чтобы ты уехал отдыхать. В отношении частного бизнеса, в отношении бизнесмена проведены незаконные действия, которые он классифицирует как рейдерский захват, как вы говорили, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Мы, как редакция, глубоко возмущены этим делом, да, это уже стало нашей личной обидой, поэтому мы, со своей стороны, приняли решение подать во все компетентные органы эту информацию, которая находится у нас, у нас есть документы, у нас есть заявление нашего гостя. Мы подадим заявление в прокуратуру, Следственный комитет, ну, и другие соответствующие органы, связанные с тем, кто должен контролировать эти вопросы. А господа Кострюченко, Буданцев, они, как бы, при том, что они неприкасаемы, как показывает их предыдущая биография, мы хотим, чтобы они понесли наказание за свои действия. Вот на этом я предлагаю закончить. Сегодня мы за этой ситуацией будем продолжать следить. Наш гость, он с нами на постоянном контакте. Мы в дальнейшем, по мере развития событий, будем вас информировать, как проходят действия по данной ситуации. Всего доброго, до свидания. — Вопрос очень простой. Дело в том, что совсем недавно, в конце прошлого года, фамилия Буданцева и Кострюченко, это представитель Буданцева в городе Держинске, который принимал непосредственное участие в захвате этого завода, его фамилия всплыла в медийном пространстве. Он погиб. Почему вдруг мы решили сделать сегодня еще одну передачу по этому поводу? — Ну, не то, что мы сделали передачу. Эта тема, эта история, она находится на нашем журналистском контроле. Мы его не прекращали. Дело в том, что вот какое-то время назад, когда стали известны подробности вот этого рейдерского нападения группы Буданцева, мы о ней снимали ролики, мы о ней писали. На завод «Орксинтез АК», который является номенклатурой, выпусками продукции завода является воронная, номенклатура, да, то, которое идет в оборонный сектор, это химическая продукция, которая позволяет работать космической военной технике. Ну, больше мы не можем сказать. — То есть, насколько я понимаю, что вот эта вот сложная химия используется в оборонной промышленности? — Да, более того, с учетом того, что сейчас во время уже специальной военной операции наша оборонная отрасль переведена на трехсменный режим работы, значит, это имеет еще большую актуальность. Ну, вот то, что ты сейчас вспомнил про вот этих вот ребят, давай вспомним, кто эти ребята, да, Кострюченко и Буданцев, это участники небезызвестной перестрелки на Родчицкой улице. Дело в том, что там происходила настоящая бандитская разборка, да, несмотря на то, что Буданцев, бывший работник Федеральной службы безопасности, на тот момент и на данный момент является адвокатом, является, ну, у него это какая, это такая его медийная, будем говорить, маска. На самом деле, это, ну, вот по нашему мнению, имеет все признаки преступной группировки, потому что в этой истории находится явно выраженный лидер, да, находятся люди, между которыми распределены роли, в частности, Кострюченко, про которого ты сейчас сказал, он недавно в времени погиб. Погибший, да. Да, погиб при странных обстоятельствах, что тоже каким-то образом обострило интерес к этой истории, потому что странная гибель, там человек попадает в Нижегородской области, в которой он приставлен как раз руководить распределением вот этих вот отрейдеренных активов завода «Орксинтез АК», он попадает при странных обстоятельствах, в автомобильную катастрофу со смертельным исходом, его вроде бы как заносит, попадает в лобовое столкновение с какой-то газелью там грузовой и погибает. Вот. Наша миссия, да, которую мы как журналисты несли, она заключалась в том, что мы встречались с потерпевшим. Никулин Евгений Яковлевич, который ты упомянул, это потерпевший, да, это был совладелец завода, и он кандидат химических наук, он разрабатывает всю эту номенклатуру химических соединений, часть из которых является предметом использования в оборонной отрасли нашей страны. У этого человека было отнято предприятие силовым путем. На данный момент уже предприятие перешло под контроль вот этих вот рейдеров, да, и сейчас они заняты обнулением у его личных активов, там, в частности, домов каких-то. Ну, он не бедный человек был, у него были какие-то личные активы, доли в каких-то других предприятиях. Так вот, суть в том, что разработанные им, Никулиным, разработанные им химические соединения, значит, они шли в оборонную отрасль. В чем был предмет нашего разбирательства? Так вот, вот эта группа, вот эта группа по утверждению самого Никулина, используя его сертифицированную, грубо говоря, продукцию, которую они произвести сами не могут без его участия. Документацию. Да, то есть документацию на эту продукцию, которую они без него произвести не могут. Они покупают китайские контрафактные компоненты, из них лепят нечто подобное, и подкладывая легальные документы, которые сертифицированы Министерством промышленности, которые, значит, ну, производят весь спектр оборонной продукции для нашей армии, нашего ВПК, они подсовывают контрафакт. Эти факты мы освещали, мы делали большое количество запросов в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, мы требовали тщательных проверок, возбуждения уголовного дела, но все запросы, которые подавались в центральные органы, силовые структуры, центральные органы силовых структур, они спускались туда вниз, и ответы на них нам давали те люди, на которых-то, в общем-то, мы и жаловались. Это та низовая, областная низовая часть вот этих вот подведомственных органов, которые, в принципе, и каким-то образом глушили весь звон, который создавали мы. В связи со смертью Кострюченко вскрылись такие факты, что, оказывается, он очень был вхож во все эти региональные нижегородские структуры. Часто они там ходили во всякие заведения типа сауны-бань. Извини, перебью тебя. Например, ВЧК ГПУ, такой довольно известный медийный портал, утверждает, что вот в участие в рейдерском захвате принимали представители ФСБ, а конкретно они утверждают управление М. Так пишет ВЧК ГПУ. На самом деле здесь любопытная история, почему мы снова вернулись к этому сюжету, потому что этот паровоз, эта машина сдвинулась. А вот сейчас как обстоят дела с этим делом? Ну, на днях мы были в области, на днях мы были в Нижнем Новгороде, и вот большое количество наших запросов. Ну, мы бились в эту закрытую дверь, бились в эту каменную стену, и вот эти запросы, ну, что-то там произошло, что-то там как бы сдвинулось вот на данный момент. Но я считаю, что это наша заслуга. Мы потихонечку, выводя эту ситуацию в плоскость белого света, сейчас вот, например, нашего химика Евгения Яковлевича вызвали в одно очень важное ведомство, значит, прояснить эту ситуацию. Благодаря тому, что мы посылали многочисленные запросы, обжаловали те ответы, которые к нам приходили, ситуация сдвинулась с мертвой точки, и что-то начало происходить уже в правовом поле. Мы будем следить за этим делом, мы будем делать сюжеты по этому поводу, обязательно в самое ближайшее время. Друзья, если у вас есть какая-то информация на эту тему, или вообще подобная информация, что происходит у нас в России, и ждем ваших комментариев на эту тему. Может быть, вы нам можете что-то прояснить, или что-то рассказать. Огромное спасибо! Это был «Момент истины». Даниил Котовский, я Стас Симонов.